здравствуйте вы смотрите проект вкусная клумба и я ее ведущий сергей новиков в этом сезоне вас ждет следующее увлекательное занятие наблюдать за тем как будет преображаться наша клумба состоящие из двух соразмерных частей на первой части у нас будут использованы самые современные материалы самый современный уход самые современные способы полива и агротехники а вторая часть клумбы будет традиционной там мы будем использовать ручной труд не будем использовать особых материалов подкормок и удобрений и наконец мы посмотрим что же будет с первой и со второй половиной стоит ли вложение ручного труда и всевозможных современных материалов того чтобы эта клумба была не только красивой но и вкусной итак мы начинаем новый сезон и и и и пожалуй самая главная трудозатрата которая ждет нас на этой вкусной клумбе это конечно же прополка сорняков от этого как говорится никуда не денешься но у нас есть один из вариантов которые мы хотим вам предложить у нас есть так называемый нетканый укрывной материал который предоставлен компании лана сад он на себя представляет достаточно плотный темный что самое главное материал который препятствует прорастанию сорняков с одной части нашей клумбы и так мы отмерили ровно то количество материала которое нам потребуется для нашей на на клумбы то есть для той части которая будет обустроена по последнему слову техники и с использованием современных материалов и так по поверхности первой части нашей клумбы мы расправляем нетканый укрывной материал для того чтобы он у нас не был унесен порывами ветра мы используем колышки которые помогут его удержать на месте закрепим в самом начале еще два и так что нам должно в перспективе дать использование нетканого укрывного материала он во-первых будет спокойно пропускать воду при поливе при дожде вода будет спокойно проникать в и не даст почве пересыхать а во-вторых темная расцветка этого нетканого укрывного материала не позволит сорнякам которые находятся в грунте и семенам сорняков прорастать на поверхность и это нам даст большую фору ну как мы предполагаем при дальнейшей прополки о свойствах нетканого укрывного материала рассказывает представитель лана сад это оксана никитина оксана добрый день здравствуйте оксана вот материал мы используем уже неоднократно я уже несколько раз говорил о том что это действительно хорошее подспорье для тех кто не хочет мучиться сорняками да а какие еще до свойства этого материала подспорье действительно хорошие материал напомню он не тканый но несмотря на то что достаточно плотный он пропускает и воду то есть если полил дождик вода прошла если вы полили свои помидорчики и огурчики опять-таки вода прошла продувается ли он ветром воздухом дышит ли он дышит дышит и учебу следовательно корешкам опять-таки поступает все что им нужно но с другой стороны если вы накрыли грядочку так как он не тканый и опять-таки черный сквозь него не прорастают сырнички те которые вы не успели выбрать или не захотели выбрать они там просто погибают и не растут оксана у меня вот какой вопрос мы вот привыкли что нетканый укрывной материал он используется обычно сверху да у него двойное назначение то есть мы его можем положить в основании наших грядок и естественно он непосредственно будет контактировать с почвы так у меня в связи с этим такой вопрос не сгниет ли он буквально в течение одного сезона и не перестанет ли он отработать нет материал достаточно долговечный и служит не один сезон и мы не сталкивались тем чтобы кто-то на него жаловал а он вообще выпускает с одной толщины нет толщина разная размер разный то есть и длина и ширина выпускаются в рулонах выбираете какой вам необходим размер покупаете возможности если вам это необходимо дорезаете как-то по форме потому что он несмотря на то что опять-таки он достаточно плотно режется он очень хорошо обычными ножницами стелите и все и забывайте про сорняки а что насчет насекомых которые опять-таки могут повредить корни растений культурных поможет лет материал избежать такой проблем не могут насекомые его прогрызть к счастью то есть они вовнутрь под этот материал они не попадают и естественно они не не могут попасть снизу куда-то вверх то есть если какая-то гадость у вас отложила личинки в почве то естественно помидорки эта гадость уже не вылезет то есть это такое препятствие и для сорняков и для насекомых это и материал который привлекает дополнительно свет на грядку и при этом легко проводит то что нужным растением воздух и воду она не то что привлекает цвет она его сохраняет сохраняет даже потому что черный цвет как вы знаете он впитывает себя свет и следовательно за одно еще и подогревает грядку понятно то есть первые солнечные лучи если мы по весне этот материал разложим на поверхности почвы такая грядка будет быстрее прогреваться соответственно лучше и быстрее начнут развиваться растений и их корни и таким образом мы ускорим получение раннего урожая естественно оксана как я понял это действительно универсальный материал который поможет бороться с самыми разными проблемами одновременно до материал помогает сохранить вашу грядочку и от сырничков и от всевозможных насекомых которые могут им повредить и в то же время опять-таки пропускает и воду и воздух и вашего грядочка будет красивая ухоженная и радовать вас урожаем что и нам бы хотелось оксана я с удовольствием использую этот материал на первой части нашей клумбы надеюсь что именно этот материал позволит нам получить и ранний и вкусный урожай большое спасибо я беру его себе пожалуйста наша вкусная клумба готова к монтажу особенно на высокотехнологичные части и так мы сейчас сделаем с вами высокую грядку которая будет состоять из таких панелей эти панели на основе шифера они будут прекрасно держать почву они хорошо держат температуру а это значит что высокие грядки будут здесь во первых удобными а во вторых прекрасно смотреться ну что ж приступаем к сборке у нас это две боковинки короткие мы их кладем на некотором расстоянии друг от друга вот эти угловые элементы они как раз будут скреплять по две половинки это как раз очень удобно и практично для того чтобы сэкономить место наш бортик будет установлен непосредственно у края грядки алюминиевые уголки очень хорошо входят в почву не тканый укрывной материал абсолютно нам не мешает в монтаже а значит что все производится очень быстро и каждый человек даже не имея особого опыта обращения с подобными материалами легко сможет смонтировать свою грядку далее берем фрагменты нашего короба более длинные его части и будем устанавливать соответственно боковинки ревристая часть по моему более декоративно поэтому мы будем устанавливать ее наружу вот таким образом и вторая половинка собирающийся дождь и гроза пытаются помешать нашему благому начинанию но я думаю что этот дождь как и любой летний будет быстротечным поэтому мы все успеем с вами вовремя еще два уголка еще одно преимущество не тканого укрывного материала который мы положили в основание наших грядок в том что можно спокойно встать на колени не боясь испортить себе брюки поэтому все очень собирается легко и просто а тем временем дождь все-таки начинается зато первую грядку я сделать все итак первый короб у нас практически готов а второй я предлагаю разместить под небольшим углом для того чтобы сэкономить пространство на нашей грядке вот это будет боковой торец самое главное при монтаже грядок не забывать что между ними должно быть расстояние которое позволяло бы спокойно проходить нам для ухода за растениями которые будут расти в этих коробах я думаю что сантиметров 35 а то и 40 будет вполне достаточно итак мы берем наши колышки и приступаем к монтажу первые боковиночки и молоток теперь приступаем к монтажу длинных ну вот и второй короб для нашей чудо грядки готов теперь мы насыпаем сюда питательный почвогрунт от компании веста именно он поможет нам добиться максимального урожая в качестве почвогрунта мы будем использовать торфа песчано земельную смесь производства компании веста почему именно этот почвогрунт мы решили с вами использовать дело в том что все его компоненты входят в московский экологический регистр это значит что они прошли экологическую экспертизу которая показала что все эти компоненты экологически безопасны и могут использоваться для выращивания экологически чистой продукции обратите внимание на консистенцию этого почвогрунта он легкий дышащий и он содержит все необходимые питательные микро и макроэлементы необходимые для выращивания растений а это значит что мы можем высаживать в него нашу рассаду без использования всевозможных химических удобрений что опять-таки удешевляет весь процесс выращивания а что еще важно то консистенция почвогрунта позволяет растениям хорошо дышать корни легко проникают структура его комковатая то есть здесь также будет удерживаться достаточное количество влаги и даже посмотрите после того как прошел дождь этот грунт хорошо впитал влагу но не превратился в грязь это значит что корни растений будут чувствовать себя в нем наилучшим образом итак берем лопату и засыпаем наш почвогрунт от компании веста в посадочной емкости еще раз хочу сказать о карабах для грядок которые нам предоставила компания новые формы это грядки по настоящему удобные каждый человек даже без особого опыта может установить их буквально за несколько минут что мы вам сегодня и доказали теперь во вторую грядку мы насыпаем тот же почвогрунт от компании весна а а а а а а а а а Вот мы и засыпали в наши рукотворные грядки питательный почвогрунт. Мы надеемся, что именно эти грядки, они будут лучшим образом подходить для выращивания растений, для того, чтобы сравнить их с теми грядками, которыми мы займемся сейчас. Займемся мы ими по старинке, без использования особых технологических способов возделывания и без использования новых материалов. Ну что ж, давайте займемся в руки лопату и вперед. А вот как поступали наши бабушки и дедушки. Они просто-напросто брали в руки два обыкновенных колышка, связанные веревочкой, а затем эти колышки помогали им разметить проекцию будущей грядки, ставили эти колышки на необходимом расстоянии, брали в руки лопату и поехали. Чем я и займусь? Чтобы наш эксперимент был чистым, мы сделаем грядки такого же размера, как и грядки высокие на этой половине нашей овощной клумбы. Итак, колышки устанавливаем на необходимом расстоянии друг от друга и с помощью лопаты обозначаем периметр нашей будущей грядки. Проводим черту и с этой стороны переносим колышки. Длина нашей приподнятой грядки равна полутора метрам. Соответственно, и грядку, которую мы размечаем по старинке, будет такой же длины. Ровно полтора метра. Вот этот колышек мы вставляем здесь и размечаем размер будущей грядки. Проводим ровную полосу и сюда. Теперь эту грядку мы должны с вами перекопать. Обычно рекомендуют перекапывать на штык лопаты. Ну что ж, давайте это и сделаем, это не так уж и сложно. Оп. Земля на участке достаточно ухоженная, пусть и глинистая. Посмотрим, как будут чувствовать себя растения, посаженные здесь. Наши предки судили о плодородии земли не только потому, какие растения вырастают на их участке, но и потому, насколько жирные червяки обитают в перекапываемом грунте. Вот на примере этого участка могу сказать, что почва достаточно плодородная, потому что более жирных червяков я, по-моему, еще не встречал. На самом деле три четверти работы я уже выполнил. У нас имеется две грядки, сделанные по новым технологиям, и одна по старинке. Осталось сделать еще одну по старинке, и на сегодня моя работа, надеюсь, будет выполнена. Прошел какой-то час-полтора работы, и на нашем участке образовалось два типа грядок. Первое. С использованием новых технологий – это грядки приподнятые. В них мы заложили питательный грунт, который обогащен всеми необходимыми микро- и макроэлементами для роста растений. И вторые грядки, сделанные по старинке. Они просто немного приподнятые над уровнем земли, и здесь используется та почва, которая была на этом огороде, что называется, 300 лет назад. Конечно, мы потом будем использовать удобрения, но опять-таки те, которые получены нашими собственными руками. После того, как мы с вами сформировали грядки, пришло время удобрять их. Причем одну грядку мы удобрим современными удобрениями, а вторую – тем, что нам дала практически природа. Итак, в этой руке у меня арговид. Это гранулированный куриный помет, который прошел термическую обработку. При употреблении его в грунт он расходуется постепенно. Это удобрение пролонгированного действия. Это значит, что арговид, постепенно растворяясь в почве при поливе или при естественных осадках в виде дождя, он постепенно высвобождает питательные вещества, которые и расходуются растениями. То есть, один раз, используя это удобрение, мы в течение всего года подкармливаем растения. А если мы с вами используем то, что я принес сейчас в этом ведре, это не что иное, как зола. Зола, она традиционно используется для удобрения наших грядок. Посмотрим, что будет в течение сезона работать лучше – арговид или зола. Какие растения будут чувствовать себя лучше и дадут лучший урожай? Посмотрим. Очень ценное свойство арговито в том, что он не вызывает передозировки нитратов в овощах, которые мы будем выращивать на этом месте. Дело в том, что он, постепенно высвобождая азот, позволяет растениям получать необходимое питание, но без передозировки. А на второй грядке мы будем использовать традиционную древесную золу. Будем надеяться, что она тоже поможет вырастить здоровый и вкусный урожай. Ну вот и все. Наши грядки удобрены. С вами была программа «Вкусная клумба». Я ведущий Сергей Новиков. Ровно через неделю мы с вами узнаем, каков же будет результат. Мы посадим на этих грядках первую рассаду и будем ждать урожая. Надеюсь, что он будет богатым. Итак, увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова